Вторая часть Гига Шаматава. Ждем к Гигу, подсоединяйтесь. Крутой эфир получается. Сегодня в Гиге день рождения, поэтому не забывайте поздравлять. О, сенсей. О, сенпай. Отдучи всем за поздравления. На самом деле, мне очень приятно с Саней общаться. Это не просто боец, это мировая звезда. На самом деле, очень скромный парень, очень достойный, крутой боец и я очень рад, что знаком с ним и я реально кайфовал, когда ты бился, я смотрел твои бои и мне очень бой понравился. Даже больше, чем финал, мне понравился Стакахаши. Это был крутой бой. Это было реально, это было очень круто. На самом деле, красавчик. Рад за тебя. Спасибо, спасибо, брат. Ты честно сказать, ты чемпион мира. Хороший. Потому что финал я бы тоже, ну, как ты правильно там сказал, что я второй, я второй, значит, я не доработал, но ты круто там бился. И первое время, и второе, ты не хуже него был, а где-то даже лучше, но ничего, ты все равно добился, прикинь, раз в четыре года, и ты стал, ты Олимпиаду считай, ты побед, короче. Ты выиграл, ну, нереальный турнир. На самом деле, я мечтал в свое время очень войти в призеры даже, но, к сожалению, не удалось. Ну, ничего. Хорошо, давай о тебе поговорим. Вот чемпионат Европы твой, заметите. Ты вообще по нему прошелся вообще красиво. Я помню, что я до этого реально, я просто почему спрашивал про этот турнир в Осетии, я тебя там увидел, я какие-то смотрел видео, и там тебя увидел, и смотрел, что ты такой крутой пацан вообще. И тут ты приехал, а, и мы с Вусалом тебя смотрели. Я ему говорил, смотри, какой пацан появился крутой. И тут ты, появляясь на Европе, молодой такой, ну, мы как бы не ждали, что ты, мы знали, что там хорошо пройдешь, и тут этот, смотрю, такие крутые у тебя были соперники, этот поляк, как Петр как-то, или Павел как-то его там звали, я помню, он такой крутой, весь накачанный такой, блин, я что-то разминаюсь, разминаюсь, смотрю, бух, он упал, думаю, ни хрена себе, а он такой нормальный был. И у тебя там куча боев, нокауты были. И, блин, расскажи, как ты про эту Европу, как ты на нее отбирался, и как ты на нее попал, и как ты там дрался? Честно сказать, знаешь, на эту Европу так получилось, что я, конечно, сторонник, вообще комитет должно быть присутствовать, но так получилось, что на самом деле, вот то, что я там чемпионом Европы стал, это благодаря Шхану. Вот честно сказать, Тагиру, потому что я, представляешь, мне 18 лет, а все ребята, с кем я тренировался, в зале их не осталось. Кто-то бросил, кто-то тренировать начал. И я приходил в зал, и реально у меня одни малыши были. Ты представляешь? И Шхан, на самом деле, большой молодец, он свое время тратил, в 5 утра я вставал, он меня тренировал индивидуально, набивал меня. Короче, это, да, честно сказать, столько работы было индивидуально, на лапах, на груши, я там по 20-25 минут работал, и он говорит, тебе не нужна качка, тебе, говорит, нужно, чтобы у тебя мышцы рабочие были. Это подтягивания, брусья такое, на резинке такие моменты, понял? То есть, вот этого всего не было, то, что там, знаешь, там, сильно закачаться, там, этого не было. Я хороший рельеф очень получил, там, этими тренировками скорость, мы очень много бегали с ним. То есть, мы вдвоем готовились. Прикинь, он меня готовил, потом вечером еще мы с ним работали. Короче, вот так. Два раза в день. Да, два раза в день я тренировался. И вот так, в течение трех месяцев, чтобы ты понимал. И у меня вес был на Европу, когда я попал, 72 килограмма. А ты до 80 был? Я до 80, да, дрался. 72? Да. Ага. И короче, да, 72 килограмма. И к этому турниру я прошел, получается, 9 турниров. Это вот всевозможные турниры. Они, я помню, вот 10 турнир, это Европа была. Представь? Офигеть. Это вот столько по мужикам турниров прошел, чтобы попасть. Это по мужикам? По мужикам, да. Да, да. Почти. И я к чему говорю? Если бы вот так я не бился бы, я бы не стал бы чемпионом Европы. Ну, понятное дело, это работа тренера. Тренер, благодаря тренеру, он очень, на самом деле, большой труд в меня вложил. Я ему очень благодарен за это, потому что он меня индивидуально тренировал, набивал, засекал время. Прикинь, каждый день я вставал в 5 утра, и он вставал. И мы бегали, он меня тренировал индивидуально, на лапах гонял у меня вот эти вертушки, маваши, серии, которые у меня проходили. Это все было наработано именно индивидуально. Потом на груши работали, очень много раундов. Ну, все начиналось с бегом. У нас там тропа здоровья есть в Краснодаре, мы по ней бегали очень много. Ускорения делали. Ну, короче, работа была... Наверху или прямая? Нет, прямая была. Ну, я делал 10-100 метровок. Ну, короче, и на функцию работали, и на физическую, физическая подготовка, и на выносливость, и на груши, и на лапах, и набивка присутствовала. Ну, не было у меня кумите. Я за счет того, что я 9 турниров прошел, вот это дало мне большой, знаешь, тонус. Я в тонусе держался. Если бы вот этого не было, я бы не стал бы тоже чемпионом Европы, потому что и турнир за турниром, турнир за турниром. Я работал и шел, и вот так я, короче, попал на Европу, и получается... Сколько это, за сколько времени эти 9 турниров были? Ну, вот, получается, чуть больше года. Офигеть, это же каждый месяц, что ли? Почти каждый месяц, да, мы бились, почти каждый месяц. Ну, такие, да, такой тяжелый график был. И получается, я попал на эту Европу, и реально я вот... Травм не было перед Европой? Нет, ничего не было, все четко, потому что у меня же не было спарринга. У меня вообще не было спарринга. Ну, а на турнирах не бился? Нет, на турнирах у меня уже, по-моему, за полтора-два месяца мы уже убрали турнир. То есть у меня уже не было никаких травм. И вот, благодаря вот этой работе, то, что мы работали, там, бегали, работали, общая физическая подготовка была, функциональная подготовка была, еще план работы свой был тактический, когда надо бить, где надо бить, в какую секунду надо бить, где надо включаться. Ну, короче, все было тактическая работа. Психологическая работа Шахана тоже очень большая была. Он, на самом деле, очень мастер своего дела. Он очень сильно может настраивать, и, на самом деле, вот это все мне помогло. И когда я на Европу поехал, я, честно сказать, я был... Я уже знал, что Усал очень крутой боец. Да? Ты его знал, да? Да, да. Я его просматривал, и я знал, что почему-то я так себе был уверен, что я думал, что я по-любому должен попасть с ним. Я как-то, знаешь, вот в себя реально, на эту Европу я в себя очень сильно поверил. Еще после первого боя я как раз с украинцем дрался. Первый бой у вас был парень такой, по-моему, до 80 килограмм он тоже был. Ты не помнишь, как зовут? Не помнишь? Я не помню. Я не помню, как... Ну, с вашей командой он был. Ну, с Украины он был. Ну, я понял, но я не помню. Я ему, короче, Маваши Гири попал в голову. И вот в Азаре заработал, и я такой выхожу с татами, и Шихану говорю, офигеть, я с детства не попадал Маваши. Вот, говорю, ваша наработка, она прошла. То, что мы на лапах, понимаете, маленьких работали, очень, очень много меня гонял. Он каждый день, прикиньте, в течение трех месяцев до автомата. Меня честно уже тошнить хотелось. И вы делали каждый день одну и ту же комбинашку? Или разную? Нет, практически мы делали одни и те же. Мы не делали сто всевозможных. Их смысла толку нет. Я считаю, что для разнообразия надо даже своим ученикам давать много чего-то нового. Но если ты хочешь результат, если хочешь, чтобы они выстреливали, ты должен из месяца в месяц нарабатывать определенные тактические удары, комбинации. Одни, которые ты будешь применять в бою. А то смысл делать сто всевозможных комбинаций, лишь бы там, чтобы детям было весело, не скучно. И тогда такого результата не будет. Что мне тебя учить? Ты опытный боец, ты тренер, у тебя ученики. Нет, это ты сейчас говори этим ученикам и родителям. Это все-таки, это то, что мы говорим про кихон. Почему кихон нудно делать? Потому что одно и то же. А коронки, вот эти все фирменные удары, это тоже как кихон. Это тоже одно и то же каждый день. И в какой-то момент это становится нудно и неинтересно. Ну, надо делать это. Ну, а что, пойдешь? Да, на самом деле, я к чему говорю, я даже, у меня порой, да, ученики даже говорят, блин, там, ноги, я вижу уже, там, они устали, они там уже, этот, им скучно. Я говорю, а как вы хотели, говорю, надо, говорю, нарабатывать одни и те же схемы, чтобы вы потом в бою их применяли. Смысл делать сто всевозможных серий, они просто не пройдут. Ну, надо же, не только там, понятное дело, что ты должен, я у меня тренировки, я там, знаешь, у меня там один день, день рук, один день, день ног. Потом третий день у меня, получается, день руки, ног, и еще я спарринги раз в неделю даю. Я не даю там каждый день спарринги. Потому что, знаешь, еще такая тема, что спарринги, если там каждый день давать, я, во-первых, тренирую три раза в неделю пока, но я в дальнейшем, у меня в планах, я хочу свое доджо открыть. Ну, вот, я в школе тренирую, да, а в дальнейшем я хочу через, там, год-два посмотрим. У меня в планах, я хочу такой прикольный зал открыть. Хочу, к этому стремлюсь, да, и уже там работа совсем тоже другая будет уже, и этот, по-другому все будет. Но все равно я стараюсь, очень душу вкладываю в детей, и стараюсь, чтобы раз в неделю у нас спарринги 100% были, потому что мы занимаемся киокушином, это контактный вид спорта, и без спаррингов никуда. Здесь нужно, кумите обязательно нужно, потому что... Так, ты говорил украинцу, влепил малаша, и ты ее отрабатывал на тренировках. Да, да, да. Шахану говоришь, вы меня научили эту комбинашку, вы с ним ее точили-точили, и она все-таки прошла, да? Да, она прошла, представь, через руку. Как? Через руку. Ты, получается, правой бьешь, и, ну вот, смотри, вот ты стоишь вот так, и, получается, левая нога, в камайте же ты стоишь, получается, правая нога вперед уходит, понял? Нет. Ну вот ты стоишь в камайте. Шагом? Получается, да, ну, как бы разножка идет, и правый гяку, и левая малаша, либо наоборот, ты бьешь левый ойцки, и разножка, как бы, и правая малаша, ну, как бы, с разножки. Ага, понял, понял. Короче, с разножки, и малаши вот это мы нарабатывали, и вот эта тема прошла. И я еще удивился, нифига себе, то, что нарабатывали, это, ну, четко так прошла. А парень такой опытный, походу, был. Я на него смотрел, он там... Блин, надо поискать, я вот что-то вообще не помню вообще. Он там на Украине у вас что-то занимал, но он же не просто так отобрался на чемпионат Европы. Ну, да, на Европу там, как бы, совсем лохов не брали, но бывало, конечно, попадали в синдейцы, но все равно... Не, ну, в основном нормальных брали, вполне. Ну, короче, вот это у меня прошла тема, короче, через руку малаши. Прикольная тема. А потом, короче, второй бой я попал, получается, на Молдаванину. Мужик такой, ему лет 35, такой крепкий. Я так смотрю на него, елки-палки, мне в отцы годится. Ну, блин, я же вообще пацан был. Вина тебя не привез, он с Молдавии. Мне же тогда даже до 19 лет не было. Через месяц только до 19 лет, прикинь, исполнял. И я, короче... А они такие, в Молдавии, они такие крепкие мужики там. Крепкие мужики, он еще так долбит, короче. Я смотрю, нифига ты... Я тебя сейчас строю, короче. Он ему жестко сажает там... Живот, лоу-кики. Я ему, блин, сажаю тоже жестко. И вот эту тему, которую мы отрабатывали, она прошла. От... Я прихожу в раздевалку, у меня нога опухла. У меня ребро стопы. Я смотрю, короче, у меня уже вторая... Там уже вторая голова. Там пипец, короче. И мне врач наш... Короче, туда, ну, обезболивающий обычный. Понял, потому что, ну, заморозка там. Ну, просто нога реально... А я еще понимаю, у меня еще три боя. А уже ноги нету. Ты прикинь, у меня уже ноги нету. Четыре боя. Я думал, что делать. Как драться. Ну, у меня было, знаешь, вот это желание. Я тебе говорю, у меня было такое желание. Я просто вспоминал, как я готовился. Как я в пять утра вставал. И реально. Я тебе говорю то, что... В пять утра, короче, чтобы ты понимал. Ты встаешь, а транспорт еще не едет. А у меня денег на такси нету. И я, короче, пешком туда, бегом. Один раз... Сколько? Долго идти ехать? Ну, блин, пешком где-то минут 35. Нормально. Я, короче, чтобы не опоздать, чтобы Шихана... Прикинь, взрослый человек, чтобы этот... Меня ждет там. Я, короче, у меня денег на такси нету. А в пять утра транспорт не едет. И, короче, я туда пешком, короче, на тренировки, чтобы не опоздать, короче. Ну, пипец, короче, времена, конечно, были. Так, второй бой, да, это за Молдаванин? Потом дальше. Все, кто там будет дальше? Все. Третий бой я каким-то с Мухаммедом Аладдином дрался. Ему реально так звали. Я еще когда услышал, говорю, да что там заладит? Это было реально такси, что. Это просто было пипец. Он был в Голландии, короче. Ты понял? Я, короче, с ним вышел. Но я его выиграл по первому времени. Я чудом ему в вертушки не попадал. Я не знаю, он просто уходил там, ноги свистели. Я его по первому времени, он, короче, дожил. То, короче, я выиграл его. И, короче, смотрю, короче, я вышел на этого поляка. Поляк здоровенный, короче. Я 72 килограмма. Накачанный такой крыльчатчик. А он без майки стоит, короче. И у него в натуре гора мышц. Пресс такой. Шесть кубиков, короче. Ну, огромный. Я посмотрел, я смотрю на него. И я реально ребенок. Я тебе говорю, он огромный. Он как будто в 90 гонял. Он реально огромный был. И я такой думаю, блин, с этим поляком надо будет. Это жестко будет. И я про себя так и иду. Да, Шихану не говорю. Я себе говорю, блин. Я что, приехал сюда на Европу, дошел до полуфинала, чтобы заднюю дать? Да нифига, я буду с ним драться до последнего. Варианта нету, короче. Либо он меня сломает там, либо, короче, я его сломаю. Ну, потому что, блин, у меня уже задней не было. Я сказал себе, блин, я столько готовился, и пофиг на этого здоровенного поляка. Я буду здесь умирать. И мне Шихан говорит, Гига, с ним не вариант упираться. Наша тактика, говорит, сейчас не пройдет. Надо двигаться с первых же секунд. Потому что, ну, я помню, вот я даже видел этот бой, есть в Ютубе. Я смотрю, он мне бьет лоу-кик, и ты прикинь, у меня две ноги подкашиваются. Я падаю. Ну да, он такой здоровый конь. Он здоровый был, он в натуре здоровый был. А не все поляки такие, в принципе, крепкие? Я не знаю, чтобы ты понимал, я ему бил, короче, Ойцкий, Гякуцкий, Шитоцкий. Вот знаешь, у меня любимая связка была, это Ой, Гяку, Шито, либо два Шито печень, и сразу Малаши печень. Я любил вот эту тему. Я ему бил, короче, и он с места не сдвигается. Я бью ему в Шито, Гири, он с места не сдвигается. Саня, ты представляешь? Я думаю, Ёки, Балки, что за робот? Короче, очень, блин, сложно с ним было. Но как-то, видишь, я начал с ним двигаться, начал его обманывать. Тактическая схема боя была, что сначала лоу-кики там, не давать ему, ему, короче... Димон, Димон, я послушаю, Димон. И, короче, я ему, короче, мы с ним зарубились, короче, и я начинаю двигаться, чуть бдительность его сбил, лоу-кики, у Шира Гири в корпус. Я же как, ты же самую тему не знаешь. Как я вертушку попадал? Помимо того, что я бил ее быстро, там, у меня там скорость была с детства, я перед тем, как у Шира Маваши ударить, у меня было два у Шира в пузо. То есть это психологически человек думал, что третий удар будет вертушка. Ну, понятно, я иногда без этого бил, но в основном у меня была именно вертушка, я когда попадал, я бил у Шира Гири. И психологический соперник думать будет. Этот поляк так же подумал. Я ему перед тем, как вертушку этот бой посмотреть, я ему попал два раза в живот. То есть я его, я этим самым его, можно сказать, гипнотизировал. Я его, он приучил, он построился, я приучил его, он построился к моей работе. Он думал, что будет опять же у Шира Гири. А я бил лоу-кик, это же обман ты. И резкий у Шира Маваши в падении, и, блин, так попало ему там хорошо прям. И все равно он стал. Но он упал нормально. И он, я думаю, да как ты мог встать? И он не ползает, люди падали. В натуре люди падали. И в Краснодаре, и в России я много с кем дрался. И на этой же Европе, ну, реально падали. А он встал. И у меня глаза такие, нифига себе, ты в натуре мужик крепкий, блин, поляк. И он такой шатается, я как сейчас помню, и он вот так хлопать начинает мне, понял? Он? Он? Да, да, это на видео есть. Он встает, и ты судье говоришь. А, нет, это в финале было. Я судье говорю, ну, что, как, нормально? Хорош. И, короче, это, и получается, я концовку еще с ним зарубился. И вот так, у меня еще такая связка была прикольная, мы с Шиханом нарабатывали. Маваши в голову, получается, правая, и левой ногой, получается, Маваши в голову, и левой в Майгире. Понял? Очень красиво, так, пам. И основной, ну, прикольно тоже. Это не так эффективно, но это реально прикольная тема была. И, короче, на концовке зарубился, и выхожу в финале на этого, ну, на нашего. На Усала выходишь? Я просто, да, сейчас отдельно про этот бой расскажи, потому что этот, он вообще тогда после этого боя сильно расстроился, такой был весь подникший, как бы он не мог тебе подобрать ключик. И я помню этот прикол, когда ты концовку отработал, и там судья, румын, по-моему, вот был, и ты к нему поворачиваешься, а тебе там говорят, хорош, Гига, и ты такой, и судья поворачиваешься и говоришь, ну, что, я хорош? А он вообще румын, ничего не понимает. Да, да, это было. Посмотрите, там есть на видео, это он именно к суде такой, ну, что, хорош? Блин, это реально было очень смешно. Это был, бипец. Я, короче, выхожу на Усала, я же знаю, но он крутой боец, на самом деле, он, он, чтобы ты понимал, он в Питер приезжал, и он с моего клуба с ребятами дрался, он выигрывал их, ну, это мужики, ребята, с которых я пример всегда брал, мои старшие ребята, да, и он их проходил, прикинь, для меня и психологически, конечно, это было, я понимал, что, ну, я просто на эту Европу приехал, я понимал, что я столько готовился. Он в Питере тогда вообще легко всех так прошел, да, всех прошел. Он там... Мы даже смеялись, говорим, слышь, мы так пахали, а ты вообще даже не вспотел. Он туда брал, ребят. В Питере он там реально очень... И, короче, чтобы ты понимал, я с ним выхожу в финал, и... Какие ощущения были? Страшно было там, или что ты думал там? Был, знаешь, какой страх был? Что я проиграю именно в финал? Просто я так дошел до финала, и я знал, что... И мне что нравилось, Вусаль, он разносторонний боец, он крутой парень. Он знаешь, что делал? Я тогда первый раз это увидел, кто в бою так делает. Он с передней ноги бил Широ Маваши. Да, 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 да. Это было круто, это реально, я с ним... Я так кайфанул. Я так... Это было очень прикольно. Такой бой был прикольный. И я, короче, вышел, я настроился, я вот так руки поднял, и думаю, Вусал меня может выиграть только, если он меня вырубит. Вот я не знаю, почему вот так я себе... Я руки вот так поднял. И даже есть на видео, когда он мне бьет такие жесткие мавашки. У меня ребра потом недели 2-3 болели. Но я думаю, пофиг на живот, на корпус, я набитый. У меня Шихан так набивал, я тебе говорю, он меня убивал. Мне пофиг было. У меня спаррингов не было, но у меня Шихан Тагир так набивал, что мне пофиг было на удары. И он мне бьет маваши одно, второе, третье. Я думаю, да все терпимо, и в печень, и в ребра, и, короче, и в моменте, знаешь, где вот переломный момент был? Когда я бил Вусалу Шира в живот. И я чувствую, короче, я зацепил его. Вот был такой момент в бою, когда я чувствую, короче, я зацепил его. И думаю, елки-палки, надо, короче, дожимать. И, короче, антерамаз, хантай, и щекиваки. Я думаю, елки-палки. А, вы два времени дрались? Я уже не помню просто. мы же второй. И потом, короче, так получалось, что я же напирал вперед, и я в Вусалу, ну, не специально, я ему, короче, как-то, и он вперед на меня и шел. Ну, и я, он, получается, лбом разбил, короче, об мой лоб, короче, нос. И был перерыв. И мы вот так сели, короче, тоже второе время, ему там приводят его, ему там накладывают, получается, перед, получается, да, я помню, фотка такая была, у него чуть налеплено, я уже и забыл, да, да, ему этот, и накладывают ему, короче, я такой, сижу, такой, думаю, блин, этот парень в натуре непростой, вот он, блин, машина, короче, ну, крутой парень, я в натуре, он не простой, да, он реально, он реально, он думающий боец, он, он очень опасный, он, блин, я тебе говорю, я в финале, я знал, что, вот я там столько был, не то, что я его недооценивал, я, конечно, его дооценивал, за это я руки поднял, я себе сказал, я этот бой не проиграл, себе, вот, только если случайность какая-то не будет, потому что я так настроился, так я уверен себе был, что я просто руки поднял, и пофиг мне было на корпус, то есть он мне такие малашки заряжал, и вот, мы встаем, короче, и я думаю, блин, Гига, пора включаться, и, короче, я начинаю вот эту концовку делать, еще там, а секунда получается, я через Киатейму, Гяг убью, такой, и такой, ааа, так, короче, и судья, короче, поправляет, говорит, и я такой, ну что, хорош? Это было сильно, короче, мне победу отдали, короче, и самое, что было, еще на этом чемпионате Европы непонятно, после того, как, прикинь, Гим Россия играет, ну это реально, на самом деле, это чемпионат Европы, это самое мое, то, что ты представляешь страну, ты горд этим, прикинь, Гим Россия, на самом деле, это очень круто, у тебя сердце замирает, ты представляешь, такую страну, блин, великую, Россию, прикинь, это, ну, это моя вторая родина, и такие ощущения кайфовые, прикинь, Гим Россия играет, и самое интересное, что, ты помнишь, нас доставляли, эти, пробы сдавать, а, ну, тогда, да, допинг был, да, Гим Россия играет, нам, нам уже на татам, этот, на подиум выходить, они нас не пускают, да, я помню, типа на допинг проверяют, чтобы ничего не подменили, там, типа, там, там же, единственного, у кого допинг, ну, я-то ничего никогда не принимал, я максимум, что, у Дамьянова нашли тогда, да, я максимум, что я принимал, это, глюкозу, ты тогда, я помню, сидишь, а тебе Тарелл говорит, да сядь спокойно, успокойся, а если найдут, что, мне мы дать заберут, первое место заберут, да, 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 и, и, короче, это, вот, за лучшую технику мне тогда дали, да, ну, где все нокауты почти были, да, очень тогда, конечно, кайфанул. Хорошо, расскажи, дальше, расскажи про подготовку на абсолютный мир, вот, у вас там собирали, Фадольск, вас возили, вот, как ты там, как ты проходил, говорят, что ты там, плохо себя чувствовал, блевал, но все равно бежал. Блин, мне было очень тяжело, я просто, я всегда бегал, я люблю бегать, но так, как мы там бегали. А как, что там было такого особенного, что там так плохо было, тяжело? Блин, мы там бегали, я тебе говорю, я приехал в Краснодар, я снял майку, и у меня были такие кубики, я такой был сухой, я, на самом деле, я был реально в шоке от того, что мы столько бегали, я себя, я приехал, я только был не черный, я себя чувствовал эфиопом. Это был просто пипец, я тебе говорю, конкретно. Мы бегали три по 600, два по 800, куда? Я просто, я тоже, я недавно слышал, что вы там все делали, кроме спаррингов. Нет, почему, спарринги у нас тоже были. Да, да, у нас, короче, и чтоб ты понимал, мы, я бегу, короче, ну, не в эфире, но, скажу, как есть, ну, конечно, это некрасиво. Блевал-то, я знаю, рассказывал. И, я блюю, короче, я говорю себе, я не сдамся, и я дальше бегу, короче, понял? Андрюха говорит, вот ты тип, говорит, как так, говорит, ты делаешь? Это были сильные времена, конечно. Как ты думаешь, эти сборы помогли на мире или вас чересчур перегрузили? Мое мнение, что я и Андрей Черков именно у нас свой, знаешь, вот как тебе сказать, короче, к нам, мне кажется, индивидуальный подход нужен. Ну, так, я думаю, на высоком уровне ко всем нужен. Привет, Матвей, вот ученик зашел. И этот, получается, мне кажется, что если бы я с Шаханом готовился, я бы лучше подрался на этом мире. Вот это мое мнение. Хотя там были очень крутые, и я очень благодарен Шепелю, Рустану и Курчанину Денису. Они очень большой труд вложили в нас. Они нас готовили, я очень им благодарен за это. Они молодцы, большие. Как ты намерен на этом подраться? Сколько боев прошло? Я, получается, один бой прошел, я в третьем кругу проиграл. Кому? Японцу кому-то хорошенько. Короче, знаешь, как получилось? Я вышел, у меня не пошло изначально. Не на Камуре? На Камуре, по-моему, нет? Не, не, на Камуре это у меня другая история. На Камуре я отрался. И в Иране, и в Японии я с ним дрался. Так получилось, что первый бой я вышел и тактически неправильно начал бой. Не надо было упираться с этим бразильцем. Я с Эдергамой дрался. Такой пацан, он крепенький пацан, он чемпион Южной Америки, он постоянно, ну, на мире он постоянно дерется. Он даже, по-моему, на том мире, когда этот чемпионом стал Демьянов Захарий, он тогда тоже дрался. Такой крепенький пацан, такой качок, понял? Килограмм 90 он весит. Не в очках он такой? Не, не помню. Ну, здоровый, Эдергамма, он такой крепенький пацан. Он постоянно, он, по-моему, на том мире, когда Демьянов, он там 3 или 3, 2 круга прошел, по-моему, в третьем проиграл. Такой крепенький. Я с ним вышел, короче. Какой это бой ты вышел? Первый? Второй, получается. Второй круг. И я ему, короче, мы с ним начали зарубаться, короче, и он мне, прикинь, бьет, и я тебе говорю, такого у меня никогда в жизни. А сколько? Я с детства в Киокушине у меня такого не было, Саня, я не знал, что это было. С первого удара он мне попадает в колено, и у меня ноги нету. Братан, у меня колено, короче, так опухло в бою. Я чувствую, у меня ноги нету. Ты прикинь, я не знаю, что такое. Я не то, что я заднюю не даю, я дерусь с ним. Я себе говорю, блин, такая подготовка, я там столько, столько прошел, прикинь, по 21 день сборов с ребятами, с Лашей, со всеми, с Исламом, со Стасом Романчевым, ну, с многими Аметами, ну, со всеми нашими ребятами, да, с Андрюхой. Ну да, крутые сборы были у вас там. Столько сборов, мы прошли, и я думаю, блин, как сейчас я буду заднюю давать или проигрывать, у меня не было никогда такой черты. Я начинаю с ним двигаться, и получается, и я начинаю с ним двигаться, работать, и, и, короче, он мне ногу конкретно отбил же, я начинаю уже перестраиваться, двигаться начинаю с ним, и дают хики-ваки. И второе время, короче, чтобы, я думаю, все, начинаю двигаться, нельзя, нельзя, этот, с ним упираться, и начинаю, короче, ему, пузо цепляться, глянь, у Шира Гири, на вертушках я зацепил, этот, получается, с ним, тоже заигрался, я там, вертушки свистели, возле головы, но не попал. И, короче, концовку, где-то минута остается, и говорят, Гига, все, варианта нету, надо включаться, либо ты проиграешь. И вот это, короче, у меня как заклинило, я вот это услышал, ты проиграешь, пора включаться. Я, короче, начинаю за 50 секунд, даже чуть больше, начинаю, короче, включаться, начинал двигаться, короче, с этой ногой, пофиг на ногу, забыл про ногу, короче, начинаю его, пам-пам-пам, перебивать, ну, вижу нога уже. И, короче, на концовке, еще такой момент красивый, этого боя, почти в конце, мы бьем вертушку, одновременно. И так ноги, как будто, ну, по-моему, крест-накрест, соединяются, и весь зал начинает хлопать, ну, красиво очень. Как у Филио и Киямы. Да, и, короче, этот, и мне победу отдают. Я с татами выхожу, короче, и я пошел, короче, сам в раздевалку, и, братан, я тебе говорю, я поднимаю штаны, я так расстроился, я вижу, что все, с этой ногой, но, а у меня так хотелось, короче, реванш взять у Миши Козлова. Я же ему проиграл. Нифига себе. Где-то в Питере, да, вы дрались там? В Москве мы дрались на этом, на этом, как его, не АКР был, а, короче, по-моему, Сэкен был. Что-то такое, какой-то турнир. А, вы что-то перед миром все там дрались, в большей категории все, да? Я же ему там проиграл. Нифига себе, у тебя заявочки есть с Мишей Козловым, реванш с Мишей Козловым. Я не говорю, что я там, я не знаю, там выиграл или нет, но у меня было такое желание взять реванш. Ну, я пустил с ним зарубиться. Я думаю, блин, я буду с ним биться, и этот, и получается, я, короче, выхожу на Аджиму, а перед тем, как с Аджимой драться, ко мне подходит Руслан Шепелев и говорит, Гига говорит, как ты? Я говорю, говорю, сенпай, говорю, сенсей, я говорю, у меня не пипец, у меня, говорю, нога в пламе. Я говорю, еле хожу, но я говорю, я ему говорю, ос, я говорю, я буду биться до последнего. Это будет как будто, я буду воевать, говорю, все равно на эту ногу, я про нее забуду, говорю, вы увидите, говорю, я буду биться до последнего в любой моей жизни. Я выхожу с Аджимой, получается, первое время, хикиваки, даже где-то лучше был, потом второе время, хикиваки, взвешивание, и прикинь, как обидно, одного килограмма мне не хватает выиграть, он больше на 9 килограмм, а там разница 10. Не дай им, короче, а у меня уже нога, она уже в натуре, ну, пипец, короче. И реально, короче, третье время дают, у меня то ли бензин, то ли не знаю, короче, но он начинает чуть-чуть уже, все-таки нога, на третьем времени, нога уже, конечно, у меня сыграла, и он чуть лучше был, и перебил меня, и ему отдали победу, победу, я знаешь, что себя упрекнуть не могу, то, что я вышел с татами, и я просто упал. Выложился, отдал, все, короче. Да, короче, меня врач, короче, и Руслан Шепелев, вниз, наш, это, я стоять не мог на ногах, меня, я просто всего себя отдал, к этому бою, это был в натуре сложный бой. Ну, с Джимом, Джимом же, это крутой же тип, нифига себе. Да, и вот три времени мы с ним подрались, короче, он чемпион Японии же был на тот момент. Абсолютный, да. Не, весовой тогда, на тот момент он был еще весовой. И вот так, короче, это, мир, получается, мой последний, практически, турнир был, это, потом я в Иран поехал, но в Иран я не готовился, так просто поехал, я еще, у меня понял, аллергия была, получается, я, под капельницами лежал, у меня, понял, крапивница была, что-то поел, короче, этот, и мне помешало, то ли томат, мне помешало, ну, не знаю, короче, у нас же блюдо грузинские, ты сам знаешь, острые все, их что-то помешало, короче, и Шухан говорит, будешь драться, хочешь поехать, ну, я говорю, ну, если надо, поеду, и вот поехали, особо не готовились, и вот я тогда проиграл, ну, честно говоря, вот этот бой, я понял, что без подготовки не стоит никуда ехать, мне так было больно, каждый удар, мне было очень больно, я чувствовал, я там третьим стал, получается, я иранца выиграл, иранцы, блин, дубовые, короче, жестко, а первый раз, где мы с Накамурой подрались, это, короче, я приехал на чемпионат Японии, и в первом бою, это 2010 год, я попал в первом бою с японцем, когда Ториал выиграл, получается, да, да, я первый бой, я японцу на Японию, я вертушку ему накинул, короче, жестко ему попал, и во второй бой, это даже третий круг, за выход, уже во второй день, я с Накамурой попадаю, блин, ну мне знаешь, что в нем нравится, мы с ним грубимся, короче, с Накамурой, и я ему бью, такой ущерб в печень, братан, ну просто, ну в натуре, жесткий, и он знаешь, что делает, он, короче, вот так делает, и такой смеется, и вперед идет, я говорю, ах ты, вот, мужчина, красавчик, на самом деле, и мы с ним, короче, первое время отдают, получается, один за меня, три хикиваки, и дают дополнительное время, и мы с ним рубимся, 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 и опять, короче, дают два за него, один за меня, один хикиваки, и судья, короче, ему отдал, ты прикинь? Не, но он нифига себе, Накамура, и Накамура, он племянник, нифига себе. И, короче, блин, так обидно было, я, короче, получается, так хотел в призы, там, войти, короче, тогда знаешь, ты первым стал? Я, вот, я Юту, Такахаши, знаешь, откуда еще знаю? Когда я мир выиграл, по молодежке, по элите, до 70 килограмм, он выиграл до 80, и прикинь, ему на тот момент, мне же было 18, а Юте было, Такахаши, на этом турнире, 17 лет. Ты прикинь, он 17 лет стал чемпионом Японии, он в финале нашего выиграл, Фукуи. Нифига себе, он уже старый. А, еще знаешь, какой мне бой запомнился, у меня, что еще за тема была, чемпионат Америки, я вспомнил, абсолютно. Ага, ага. Короче, ты там бился, я не помню. Тогда не, мы в 10-м году поехали. Да, ты там, по-моему, не бился, Демьянов, Захарий, получается, первым стал, Гога Капанадзе вторым, третьим, по-моему, легче стал. короче, так получается, короче, в первом бою, я попадаю на серебряного призера чемпионата мира, на Ричико, как его? Такаха, нет, сейчас скажу, Тамачико Мацоока, он серебряный призер чемпионата мира, понял? И там, Лечик меня настраивает, Шихан говорит, настройся, это очень серьезный боец, но на самом деле, крутой был парень, он в финале Сузуки проиграл, 2009-го года. Технический такой пацан, да? Да, я, короче, настроился, и мы с ним, вышли, я выиграл у него. И получается, во второй бой, я, знаешь, вообще, без волнения вышел на бразильца. Не, у тебя не Ксавера тут было, или как там? Да, Ксавер, и ты слушай, что за прикол. И, знаешь, какая тема, походу, я, он такой мужик, мужик, просто такой. знаешь, ты понял, что какая тема, когда я волнуюсь, когда у меня волнение, я намного лучше дерусь, а когда у меня нет волнения, я плохо, ну, короче, я вот вышел на Ксавера, я вообще не волновался, это первый раз в жизни, когда, не то, что я недооценил его, но я вообще, у меня волнения не было, думал, сейчас я его, и прикинь, получается, первый, мы, этот, начинаем драться, он мне ущерба больше наносит, и мы с ним бьемся, я бью вертушки, там весь зал, там хлопает, там пипец, короче, ну, свистят ноги, я его, начинал пробивать, уши, разоцепил ему, живот, и уже, чуть-чуть мне не хватает времени, но я понимаю, что я, короче, проиграл бой, по ущербу, он мне больше накинул, он мне лужу, и ты прикинь, я вот этот бой, я вот сейчас, и после этого я понял, что, короче, когда я вот волнуюсь, когда у меня вот это чувство волнения, чувство, какой-то, знаешь, самоинстинкция, чувство самосохранения, и вот у меня начинается, короче, а когда ты не волнуешься, ты сам знаешь, что, ну, короче, вот этот турнир я запомнился, короче. Все, хорошо, давайте мы успели вопросы задать, вот расскажи, почему ты, слышно? Давай! Что-что? Почему ты закончил выступать? Вот ты недавно вернулся на кубок в России, вы выступил, честно сказать, не пошло, планируешь еще? На кубок в России, если честно, я просто заявился, я хотел просто подраться, я даже не готовился, просто у меня так получилось, что в те дни, когда я тренирую, мой шахан тренирует, и я практически не готовился, огромное спасибо Мураду Мирону, я у него 10 тренировок сделал, они мне реально помогли, я хоть набивку подтянул там, понятное дело, если я там больше занимался бы, я бы в призывы вошел бы, я уверен, но я не готовился так особо, 10 тренировок, что такое, но это ничего, но все равно я благодарен Мирону, он красавчик на самом деле, и вот я поехал, короче, я просто кайфанул, я проиграл там среднячку, пацану, в первое время, ну, я кайфанул, я реально, но ты молодец, что ты как бы набрался силы, вернулся, на самом деле, мне подраться, я никогда, если я буду в форме, я еще, если, вот я захочу, я в любой момент могу подраться, мне не составит, просто надо готовиться, но я хочу, честно тебе признаюсь, я уже очень давно хочу, попробовать себя в ММА, я хочу по любителям, я вот цель поставил, кто там, многие там смеются, они говорят, да ты не выступишь, я себе цель поставил, я по любому, по любителям, не знаю, как в профи, но по любителям, я по любому подержусь, у меня есть вот это желание, я, я, если у меня со здоровьем все будет нормально, я по любому подержусь, по любителям, по панкрециону, там, скажи, почему ты, почему Кио Кушин бросил заниматься? Ты знаешь, у меня, честно тебе скажу, у меня, как будто вот, у меня мотивация, пропала, у меня, честно говоря, такой момент, такой настал, когда мне надо работать, мне надо, я тогда на тот момент не тренировал, мне надо учебу оплачивать, и, это, как-то вот так, я понимать начал, короче, что, ну ты на пике был вообще, ты на пике, да, я начал понимать, что мне, выступления, они мне не принесут, и не закрой, там, мой университет, там, и, вообще, деньги, откуда мне брать, я тогда не тренировал, и, ничем, этот, я работал, там, много где работал, и на стройке, и, где только не работал, и грузчиком, и в охране, у меня такие-то моменты были, в охране, короче, там, пипец были, там, я типа, там, свертушки, меня там чуть не застрелили, короче, это был пипец, это потом тебе лично расскажу, ну, честно сказать, мне, в силу моей молодости, я где-то жалею, что я так рано закончил, я был на пике формы, честно говоря, где-то, вот, Шихан мне когда говорил, я где-то его, ну, не слушал, на самом деле, где-то, я жалею единственное в том, что я так, этот, быстро закончил, я что там, почти 4 года всего лишь дрался по мужикам, это немного, 18, 19, 20, и 21 год, и, ну, конечно, если бы, конечно, ну, была бы, какая-то там, зарплата, или что-нибудь, в Кио Кушине этого нету, если бы, конечно, вот это было бы у меня, я бы, наверное, продолжил бы биться, просто у меня не было возможности, честно тебе скажу, у меня не было возможности, дальше продолжать выступать, потому что мне надо было учиться, мне надо было как-то жить, как-то где-то деньги брать, ну, я с обычной семьи, среднестатистической, как бы, тоже не хотелось на шее у родителей сидеть, и, как бы, больший момент, вот этот, конечно, если бы было бы, в Кио Кушине вот эта, там, зарплата, в этой вот мотиве, ну, вот, чтобы наш, вот, а то ты, получается, ну, ты выступаешь, там, а этот, ну, нету невозможности, не, это же, ну, как-то жить надо, короче, и, ну, и что хочу сказать, жалею, что, короче, все равно бросил, если все вернуть назад, как-то что-то я придумал бы, и по-другому мыслил бы, ну, видишь, молодой, горячий, горячий, молодой был, какой-то оптимальный момент, можно было найти. Планируешь ты еще вернуться в Киокушин, или только вот в ММА? Ну, честно, зарекаться не буду, если я буду готов, если, вот, мне захочется опять получить этот кайф, побиться на турнире, ну, честно скажу, если я буду биться, когда-нибудь по Киокушину, я не, уже больше не поеду на, не готовы. Еще, еще такой момент был, что я на эту Россию, я вообще, знаешь, какая тема была, я на последней тренировке, я, мне, короче, с вертушки попали в бедро, и я очень сильно травмировал ногу. Я, короче, еще с такой травмой поехал, еще не готовился, и, короче, все это, все, короче, и я для себя понял, если я когда-нибудь еще выступлю, то я буду очень в хорошей форме, потому что, вот, Лаша правильно говорит, чтобы выступить, надо минимум год конкретно пахать. Но если буду в хорошей форме, я, я люблю драться, я, я кайфанул после этого турнира, я, возможно, я вернусь, я не буду зарекаться, там, говорить, что я не вернусь, все можно. Давай, чтобы мы все успели. В чем, считаешь, был твой успех, когда ты, блин, на пике был? Мой успех был то, что я слушался тренера, я, у меня было большое желание, грамотная работа, шихана, то, что я турнир за турниром набирался опыта, что я верил в себя, выкладывался очень много, тренировался дома, вот даже я своим ученикам, если они меня смотрят, и всем ребятам, которые занимаются киокушином, три составляющие должны быть, тренер, родители и сам ученик. Если чего-то одного нету, не получится. И самое главное, это надо тренироваться дополнительно дома. Если вы не занимаетесь дома, если вы дополнительно не работаете, вы не станете чемпионом. Какой бы тренер классный не был бы, какой бы вы супер там, боец не был, вы не станете. Надо очень много работать. Как Лаша в интервью говорил, он просыпался ночью и делал там мавахи. Это не просто так. Он это целенаправленно делал, потому что он знал, что по-другому чемпионом не станет. Он же не просто так чемпионом России многократным стал, призером Европы. Я к чему говорю, работать над собой, очень много работать, ставить перед собой цели. как Брюс Ли говорил, я не боюсь того, кто делает всевозможных 10 тысяч ударов. Я боюсь того, кто, опасаюсь того, кто делает один удар 10 тысяч раз. Отрабатывайте один удар и сделайте. У бойца должно быть, мое мнение, что два коронных удара. И работать над собой обязательно все получится. Вот это мне помогло, то, что я очень много работал сам над собой. Очень много. У меня было желание, я реально, ну, прикинь, в 5 утра у меня денег не было, я и шел на тренировку пешком в 5 утра, короче. И у меня желание бешеное было тренироваться, чтобы не опоздать, чтобы, короче, вот такие моменты. Какие планы у тебя на будущее? Ты говоришь, хочешь доджу открыть, может что-то еще? Да, через пару лет я по-любому хочу, да, доджу открыть дополнительно, тренировать. И, конечно, у любого тренера есть цель воспитать чемпиона Европы, мира, России. Конечно, у меня вот ребята есть, которые уже 12 лет, и, дай бог, я хочу их вывести на чемпионат России. И уже это самая моя цель, когда я как начал тренировать, я хочу как минимум призера, чемпиона России воспитать. А дальше уже больше. Конечно, чемпиона мира, любой тренер хочет чемпиона мира, но пока работать и работать на самом деле. Расскажи про свои хобби, какие у тебя чем-то еще дополнительные занимаются. Я люблю хобби мои, я люблю, короче, покататься на велике, я люблю бассейн, я люблю в бане попариться с кентами, ну, чисто чай, без всяких напитков, алкогольный, я не пью. Я максимум, что могу, это по праздникам там один стакан вина грузинского выпить, если с Грузии привезли, а так я... И, короче, еще что с хобби, ну, с друзьями прогуляться, с девчонкой ходить там в кино, прогуляться там, не знаю, с хорошей. Как бы такие моменты... Все, брат, есть, скажи твой последний совет молодым бойцам, дай. Молодым бойцам что я хочу посоветовать? Работайте, верьте в себя, слушайте своих тренеров, слушайте родителей, никогда не сдавайтесь, верьте в себя, верьте в силы, в свои силы, и правильно Саня подчеркнул, не шагу назад. Брат, у нас тут 8 минут еще есть, а ты мне... Я знаю, что хочу, я хочу... Вот, ты мне задаешь вопрос, я хотел тебя, тебе задать пару вопросов, как ты настраиваешься на бой? Вот для моих учеников тоже будет полезно, я хочу, мне интересно, вот как ты, что ты, как ты вот... Я, в общем, я давно уже начал музыку слушать, это раз, первое. Второе, я сплю перед боями, стараюсь не смотреть бои, другие. Перед боями сплю, и последние пару турниров, начал там, игры на телефончике, играть к детям, я у детей посмотрел, у своих стол, они сидят в игры, играют. Красавчик, ни шагу назад, ваша. У меня просто, вот, начинают мысли, нахлынивают эти мысли, там, какие-то, какие-то волнения, или что-то еще, я пытаюсь их выгонять, думать о чем-то другом, вот, беру какую-то игру, и начинаю там, Angry Birds, какие-то, вообще, Макс меня смоялся на последнем мире, но я реально, когда хочу отвлечься, вот, начал играть. вот такое, но я думаю, я думаю, что это все-таки, вот, волнение уходит, когда ты, систематически выступаешь на соревнованиях, когда у тебя какой-то большой перерыв, то тогда у тебя оно будет больше, чтобы оно было меньше, этот огонь, как бы газ, нужно чаще выступать на соревнованиях, и оно с каждым разом, притупляет, притупляет, и ты каждый раз увереннее себя чувствуешь. Вот это самое первое. И еще такой вопрос, на что ты делал упор на мир, в подготовке? Блин, я на самом деле, я делал на мозги, отвечаю, это первый раз, у меня первый раз такое было, что я вот сижу, я сижу перед этим, перед, да, я старался там что-то читать, что-то новенькое узнавать, даже, даже не со спортом связанное, вот, другими там видами спорта, значит, чуть джидо пробовать, но на мире я сидел между боями, и сидел, думал, вот, главное думай, главное думай, главное думай, я не думал, как бы сильнее ударить, как бы не сдохнуть, как бы там концовку сделать, я думал, чтобы мозгами не улететь куда-то, чтобы держать вот этот контроль, короче, чтобы не перегореть, да? Не, не, это чтобы вот в новых правилах тебя нигде не подсекли, чтобы внимание не ушло, и я всегда себе, я перед каждым боем, и между боями сидел, думал, главное думай, 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 думаем, чтобы быть внимательным в бою. Мне знаешь, что... Лига, мы тебя ждем! Пять минут, пять минут. Сейчас, пять минут я прийду. Там гости собрались. Смотри еще, такой вопрос. Какие ощущения у тебя были, когда ты переехал в Россию, и как вообще, как тебе вообще в России, как тебе... Ну, как ты, Москва, такой большой город, ты с Херсона, парень скромный. Как вообще на тебя повлияла Москва? Расскажи мне, вот очень интересно. Блин, ну, я первый год вообще тяжело было. Все по-другому, все по законам, все чистенько, все убрано, все надо, как бы, бумаги все вот эти собирать, там, все надо... Много такого, что я даже такого не представлял, что такое есть. Первый год я на другой планете был. А потом как бы втянулся, и нормально все пошло. Ну, и что, первый год я даже там вещи... Я пришел к Максу на тренировку, беговая тренировка, у меня какие-то ободранные вещи, какие-то. Макс говорит, что это у тебя за вещи? Я говорю, что для тренировки бегать? Самое не нужное. Он говорит, да нет, ну, нафига такие, прям такие надевать? Ну, это такое, это как бы в шутку. Ну, а так, первый год реально я перестраивался, как... Не, ну, честно говоря, я я вот тебя смотрю, и на самом деле с тебя пример брать, в плане того, что то, что ты чемпион, и то, что ты один из лучших в мире, это само... Твой результат об этом говорит. Ты классный боец, хороший парень, я давно знаю, очень уважаю, достойный парень. Ну, я что... За что тебя вдвойне зауважал, то, что ты приехал в Москву, парень реально с Херсона, и ты развиваешь зал свой, я смотрю, у тебя ребята уже так выступают, ты красавчик. Только успехов тебе, братан, и больших чемпионов. Чтоб ты воспитал чемпионов мира, братан, вот это тебе желаю. Ты красавчик, на самом деле. Еще вопросы какие-то у тебя, ты что-то есть? Да нет, в принципе, я все, то, что я хотел. Давайте, можете эти, можете, люди, у нас еще 4 минуты есть, могут люди нам задать вопросы, у кого какие вопросы, гиги. Да, задавайте. БМБ или Мерседес, гига. Что, что говоришь? БМБ или Мерседес? Мерседес. Блин, себе хочу Мерседес. Очень. Задавайте, не стесняйтесь, вопросы, будем отвечать. Спасибо большое, кто меня поздравлял с днем рождения, очень приятно. Год я стал старее, 29 лет. Гоги передавали с днем рождения, поздравить от меня. Да, обязательно. Я даже до Гоги пристал, не могу дозвониться, он в Осетии, короче. Он готовится, он сейчас тренирует. Нет, он в Осетии уже месяц, он уже готовится там. А что, он у него какой-то бой будет? Да, ему в сентябре дали бой, но еще соперника неизвестно. Но дату сказали вроде 5 сентября. А какая там его организация? Задавать вопросы. Вот АСА, АСА организация. Это что такое? Ну вот это, ну это международная организация, она третья или четвертая. Гига, какое у вас образование? У меня два образования. У меня первое образование высших. У меня первое образование рекламы и связи с общественностью. я 6 лет, 5 лет проучился в МФИЗе. И потом на основе этого я еще, получается, получил тренерское образование. На самом деле... Брат, давай ты скажи, как ты настраивался на бои? Ты лично. Я, честно говоря, у меня было очень сильное волнение. Я просто выходил, и у меня не было такого, знаешь, чтобы я вышел и перегорел. Вот у меня вот в Америке вот этот момент был, когда просто я не... Я вот выходил, просто у меня волнение. Я просто знал, что либо ты, либо тебя. Я себе говорил, ты выходишь на татами, ты должен преодолеть свой страх. Либо ты, либо страх. Если ты не сможешь его преодолеть, ты не сможешь победить. И всегда вот это меня мотивировало. Я выходил и выигрывал бои, и где-то проигрывал этот спорт, когда ты проиграешь, ты учишься, ты сам знаешь это. Много проигрывал, много я выигрывал, и это меня мотивировало. А самый тяжелый бой, вот мне говорят, сложно вспомнить, много было тяжелых боев и с Лашей, и с японцами. Ну, очень много ребят, которые с Пальдаком, и с тем же Усалом. Очень много ребят серьезных было, которые со скольки лет можно начинать тренировать. Тренировать, я считаю, все-таки, честно скажу, мое мнение, кому не в обиду, но тренировать, во-первых, человек должен, во-первых, с образованием, во-вторых, с опытом. В-третьих, мне кажется, ему должно быть где-то хотя бы 24-25 лет, и он должен быть, он должен сам прочувствовать в Киокушине, побиться в Киокушине. Все-таки ты детей тренируешь, ты должен, как тебе сказать, ты должен что-то передать. А как-то, если ты никогда не бился, чему ты можешь ребенка носить? Хотя я не спорю, что если ты хороший боец, это еще не значит, что ты хороший тренер. Ну, все равно я считаю, что когда 18 лет, ребята начинают тренировать, это неправильно. Ты можешь быть помощником тренера, но никак ты не можешь быть тренером. Ну, это мое мнение. Я никого обидеть не хочу, но я так считаю. Иль, как совмещал учебу в школе и тренировке? Я успевал, но скажу честно, я не очень хорошо учился. Тройки, четверки, иногда пятерки. Но в основном я был троечником. Мне помогали учителя, я сам, они знали, что я спортсмен, я был гордостью школы, я там висел на стендах. Я, помимо того, что я по каратэ, там, показательных везде выступал, я еще и лесгинку танцевал за школу, футбол за школу играл. Короче, я был многосторонний, короче. Лесгинку за школу. Я успевал все уроки делать успевал, и каратэ успевал. Главное желание. Когда мне говорят, мы там уроки не успеваем делать. Если у тебя желание есть, ты хочешь стать чемпионом, ты станешь чемпионом. Я тебе говорю, мы приехали с Абхазии, у меня ничего не было. Ни денег, ничего. Тяжело было жить. Мы жили на квартире, короче. Ну, было порой, есть даже нечего было, когда только приехали. И было желание, как бы, кто ты по нации? Я мигрел в Грузии, наполовину в Абхазии. Как бы, честно сказать, главное желание. Если есть желание, то ты много чего достигнешь. И это самое главное. Если в себя верить и есть желание, то... Бананы людей шучат. Шучу мне бананы. Брат, ну ладно, у нас заканчивается эфир, 30 секунд. Два слова скажи еще всем. Не в шагу назад. Не в шагу назад. Брат, с днем рождения. Спасибо, брат. Очень приятно было с тобой пообщаться. Ты большой красавчик. Ты тоже. Обнимаю тебя. Спасибо огромное, обнимаю. Давай, спасибо тебе. Отбеши, брат. Спасибо огромное. Спасибо.